Прямая линия 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 В 2010 году назначен заместителем прокурора Октябрьского района города Витебска. Осуществлял руководство надзором за законностью судебных решений по уголовным и гражданским делам районного суда. В 2013 году назначен старшим помощником прокурора Витебской области по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи. Координирует деятельность субъектов профилактики в деле защиты прав детства, материнства и семьи. Уважаемые телезрители, если вас заинтересовала тема нашего разговора и у вас возникли или возникнут в ходе нашей программы вопросы, звоните по телефону 48 23 92. На все ваши обращения ответят компетентные специалисты. Ну а мы начнем нашу программу. Итак, здравствуйте, Антон Викторович. Здравствуйте. Я хочу начать, что называется, с места карьеры и с самого, пожалуй, важного вопроса, который, я думаю, и стоит особо обсудить, особо уделить ему внимание. Именно Витебская прокуратура совсем недавно вышла с целым рядом предложений, где разработаны по профилактике, меры по профилактике предупреждению правонарушений, травматизма и гибели детей. Окей. Вот первое, что я бы хотела зачитать, даже зачитать, вот такое нововведение или предложение. Например, вашей службой впервые в области был разработан единый регламент взаимодействия служб и ведовств региона по выявлению фактов нахождения детей в социально опасном положении. Во-первых, расскажите, что такое единый регламент взаимодействия и в чем основная суть его работы? Ну, понимаете, анализ практики прокурорской деятельности просто работы показывает, что, конечно же, система выявления социально опасного положения детей, она установлена, прописана в законодательных актах. Но когда службы начинают работать, видны все недостатки. И эти недостатки касаются, прежде всего, уровня взаимодействия. И вот, к сожалению, он находится не на должном уровне, это взаимодействие, поскольку в деятельности каждой службы видны свои прорехи по выявлению социально опасного положения. И мы впервые в области решили упорядочить деятельность всех служб, направленной на выявление тех фактов, когда дети, находясь с родителями наркоманами, дебоширами, алкоголиками, тунеядцами, когда они находятся в опасном положении. И суть этого регламента заключается в том, чтобы все службы действовали едино. И когда в своей деятельности, в силу своей специфики работы, они устанавливают, выявляют таких родителей, они направляли соответствующий сигнал в отдел образования, который у нас по законодательству является органом опеки. И те проводили соответствующее социальное расследование. Так все-таки, вот сам факт, когда службы выявили, либо предприятия нашего города выявили, области выявили, что дети находятся с такими родителями, требуется ли государственный контроль, требуется ли изъятие детей из этой семьи или не требуется. Но для того, чтобы проводить такие социальные расследования, качественно, своевременно, необходимо обладать полной информацией, то есть получить соответствующий сигнал. И четкую информацию, что тоже немаловажно, да? Вы совершенно правильно заметили. Этот регламент не говорит о том, что впервые вообще система введена. Впервые система выявления таких родителей и нахождения детей в таком положении, она введена... В социально опасном положении. Она введена декретом 18 президента Республики Беларусь еще 10 лет назад. Но чтобы вы понимали, что практическая деятельность показала, что прямая конкретная обязанность информирования на конкретных субъектов профилактики, она была возложена, скажем так, в усеченном составе. Приведу пример. В декрете четко прописано, что при привлечении нерадивого родителя к ответственности за мелкое хулиганство, пьянство, проституцию, за пьянство на рабочем месте, вот такой сигнал направляется для проведения того расследования, о котором я вам только что говорил. То есть, если в семье есть дети, то эта семья уже будет находиться в внимании, то есть будет уделяться ей особое внимание. Туда придут социальные расследования, соответствующая социальная служба и органы опеки. То есть она будет в поле зрения этих органов опеки. Да. И там уже проверят, действительно ли это привлечение к административной ответственности. И сама обстановка в семье говорит о том, что необходимо ребенка поставить на контроль вместе с этой семьей. Так, давайте мы начнем с того, что мы, наверное, следует перечислить, что за органы проводят вот такой, скажем, надзор, что ли, над неблагополучными семьями, в чьи обязанности это входит? Ну, вот... Раз единый регламент, что это за взаимодействие? Единый регламент, да. И я скажу сразу, что вот вы правильно заметили, что это за службы. Да, я их сейчас перечислю, но заранее оговорюсь в продолжении вот этой темы, что, значит, вот усеченный состав, о чем я сказал. Но вместе с тем есть ряд органов, которые не упомянуты ни в декрете, ни в кодексе об образовании. Да, я сейчас скажу на отвечу на ваш вопрос, что это за органы. Вот, которые также могут обладать информацией о нерадивости родителей, да, вот, значит, и от которых соответствующие информации ранее не поступали, либо поступали в минимальном размере, поскольку в самом декрете в кодексе о браке семьи было указано, а также иные организации. Понимаете, нет ничего хуже, чем общее указание иные государственные организации. Если написано, что суд привлекает маму за проституцию и должно быть соответствующее сообщение, вот, то суд понимает, вот, но представьте, сколько у нас органов, предприятий, да, и что такое иная организация. И вот цель этого регламента была в том, чтобы конкретно и четко... Перечислить те организации, которые должны взаимодействовать. Во-первых, создать перечень из старых, которые были с декретом предусмотрены, и включить новые субъекты, кто обладает информацией о таких родителей. И четко указать им точки взаимодействия, кто, когда, в какие сроки предусмотрены и декретом, либо же, когда это законом не было оговорено, а нами сейчас оговорено, сообщает и каким образом проводит социальные расследования, что позволило повысить и своевременность выявления опасного положения, чем раньше выявили беду, тем раньше сможем помочь ребенку. Естественно, отреагировать, да. И качество самих расследований. И ведь нередко, что такое органы опеки? Это педагоги, это школа. Понимаете, где-то это лицей, который выходит и по месту проверяет этот сигнал. Но будут ли они обладать полной информацией о характеристике этой семьи, этого родителя, не обладая информацией даже о привлечении его раньше, до этого факта сигнала, уголовной, административной ответственности. Нет, такую службу представят органы внутренних дел, о которых мы тоже в точке взаимодействия говорили. Так вот, вы задавали вопрос, что же это за субъекты профилактики. Значит, иерархия у нас выстроена в Беларуси довольно четко. Она и в нашей области работает очень четко. Компетенция всех понятна. Значит, наиболее важные вопросы, я как бы иерархию сразу пишу, наиболее важные вопросы профилактики детства рассматривают на уровне региона, то есть это район, город, область, это соответствующий исполком. Власть уделяется значительное внимание проблемам защиты прав детей, и если какой-то в данный момент появился насущный вопрос, проблемный вопрос, требует... То есть это всевозможные отделы на всех уровнях, областной уровень, городской уровень, районный? Реализуют, да. Заседание исполкомов, и област полкома это самое важное, что может быть. Далее следует Координационный совет по реализации требований декрета 18 при соответствующих исполкомов, начиная с областного и низовым извинениям. Там опять-таки вот все отделы рассматривают свою деятельность, их координирует этот совет, и наиболее проблемные точки реагируют. Дальше у нас следует Комиссия по делам несовершеннолетних. Все слышали, но может быть, мало кто догадывается специфику этой работы. У них две основные функции. Это координация деятельности подконтрольных субъектов профилактики, и с целью повышения эффективности работы и помощи детям. Они координируют тоже деятельность службы, но на своем уровне. А дальше, значит, вторая важная функция, они рассматривают административные дела в отношении несовершеннолетних и в некоторых случаях в отношении нерадивых родителей. Либо же в общем порядке рассматривают другие материалы по ненадлежащему поведению родителей и их семей. Это уже индивидуальная больше работа. Огромную работу у нас выполняют органы внутренних дел. У нас есть инспекция по делам несовершеннолетних. То есть комиссии, инспекции по делам несовершеннолетних, учебные учреждения, я так понимаю, тоже входят в этот перечень. Инспекция по делам несовершеннолетних, да, вы правильно сказали, значит, инспекция по делам несовершеннолетних работает, то есть милиция, Она работает с теми детьми, которые либо уже приступили закон, либо готовятся его, скажем так, приступить. И это более такая... По поле зрения, скажем так. Да, в поле зрения есть там определенные формы, не будем на этом останавливаться, но есть свои учетные дела, своя индивидуальная профилактическая работа. И вся эта информация будет поступать из этих, скажем так, отделов, всех отделов? Да, они будут поступать в органы опеки. Значит, дальше что? Конечно же, немаловажным является, что у нас субъектом профилактики по законодательству является учреждение образования. Это школы, лицеи, колледжи в основном, значит, и высшие учебные заведения. Значит, на них ложится основная нагрузка по выведению детей из социально опасного... Выведению? Да, из такого положения. Но, естественно, когда уже такой факт выявлен. Вот, ведь они меньше имеют отношения, ну, скажем так, в сфере своей деятельности они, конечно, тоже выявляют, да. Но в основном все их факты, кроме того, что они сами выявляют, вот на этих сигналах основаны, они проводят эти социальные расследования по поручению органов опеки. Вот, значит, ну, имеются и другие службы, которые отчасти работают на выявлении социально опасного положения. Это наверняка учреждение здравоохранения, что тоже наверняка немаловажно. Да, да, совершенно правильно. Немаловажно. Да, ведь патронируя семьи, оказывая медицинскую помощь молодым мамам, либо находящихся в отпуске по уходу за детьми, есть такие факты, череда таких фактов, когда и в этом период времени, когда вроде бы надо уделять большее внимание детям, однако родители проявляют наибольшую, бывает, нерадивость свою, забрасывают детей, занимаются алкоголизмом, и, конечно, на этой стадии, когда, понятно, еще не учатся ни в школе, да, ни в лицее ребенок по своему возрасту, только начинает детский сад или до трех лет, конечно, тут по выявлению социально опасного положения на здравоохранение ложится. А вот скажите, пожалуйста, Антон Викторович, получается так, что создание единого регламента взаимодействия, это повлечет за собой создание еще одной службы, которая будет координировать взаимодействие всех остальных этих структур? Ни в коем случае, ни в коем случае. Мы очень аккуратно подходили к этому моменту, и, вы поймите, была проделана значительная работа. Эту значительную работу я очень благодарен, хочу выразить благодарность областной комиссии по делам несовершеннолетних. Они нам оказали, инициатива была наша, но саму механику и многие вопросы помогли решить и они. Была огромная работа по предварительной согласованности этого регламента. Десять служб, руководители его утвердили, согласовали. Это управление внутренних дел, это Витебский областной суд, это управление здравоохранением областного полкома, это управление образования областного полкома, это комитет по труду, занятости, социальной защиты, это областное предприятие Витебск Энерго и Витебск Облгаз. Ведь тоже странно звучит, но обладая информацией о задолженностях родителей, это говорит о чем? Это не ясно и обыкновенно. И если за эти услуги не платится, соответственно, и это... За услуги ЖКХ элементарно, это тоже может, скажем так, привлечь внимание к семье, что... Конечно, если это происходит месяцами, если это происходит длительные периоды времени. Мы же все понимаем, что такое жить без света, без газа и так далее и тому подобное. Конечно. Управление жилищно-коммунального хозяйства подписало первое лицо, начальник. Впервые спасибо следственному комитету, новая структура, руководители следственного комитета по области тоже подписали этот регламент. Ведь раньше про следственные подразделения следователи вообще не упоминались в декрете и в соответствующих кодексах. Но мы это понимаем. Вот мы говорим, я вам привозил пример. Если родитель привлекается к административной ответственности за мелкое хулиганство, мы говорим, есть опасность, надо бежать и проверять. Не факт, что мы, конечно, поставим, но надо бежать и проверять. А если в отношении того родителя возбуждается уголовное дело за уже уголовно наказуемое пьяное хулиганство, что гораздо опаснее... Ну, скажем так, более серьезное преступление, да. Хранение наркотиков. И, конечно же, следственный комитет тоже пошел навстречу. И теперь при возбуждении уголовных дел в отношении таких родителей, которые имеют детей, неждевение несовершеннолетних, они тоже будут сообщать в органы опеки. Чем раньше узнали, тем быстрее помогли. Отреагировали. Еще я знаю, что в Витебской области разработан целый алгоритм межведенственных действий по явлению семейного неблагополучия. Но мы сейчас говорим о детях, находящихся в социально опасном положении. Это только семейное неблагополучие относится к этому определению? Да, семейное неблагополучие. Все его критерии не прописаны. Я просто простым языком сказал, что это означает. Но, поверьте, есть такие законодательно прописанные нормы, ну, скажем так, ненадлежащее нахождение ребенка в психотравмирующей ситуации, когда родители могут обеспечивать свое дитя всем необходимым, да, но создавая такие невыносимые условия воспитания, из которых ребенок просто заболевает, либо же находится в стрессовых ситуациях. Но это не так поверхностно. Чтобы вы понимали, чтобы не было лишних инсинуаций, я приведу некоторые цифры. В среднем у нас в области сейчас проживает 207 тысяч детей до 17 лет включительно. Ну, то есть до 18 лет. То есть несовершеннолетних. Из них и всех по области у нас примерно цифры варьируются о признании детей в социально опасном положении от 1 до 1,5%. Никакого вольнодумства в этом, никакого трактования тех служб, которые проверяют социально опасное положение, либо расширенного толкования нет. Есть четко прописанные критерии и проверки, и проведение социального расследования, и общего анализа общей обстановки в семье, а не лишь только одного факта. Даже когда поступают такие сигналы, вы поймите, это не 100%, что ребенок будет признан в социально опасном положении. Если проверят и придут к выводу, что какая-то административная ответственность всем и люди была единственным фактом, она не грозит в данный момент, все другое требование по семейному законодательству обеспечивается в данной семье, а главное условия воспитания, жизнь для ребенка, отношения нормальные, там комплексный вывод делается. Значит, делается вывод, что да, сигнал был, проверили, но мы... Слава Богу, все в порядке. Слава Богу, все в порядке. А давайте вот к следующей теме перейдем, потому что тоже очень важный такой момент, еще одно, кстати, еще одно интересное предложение, внесенное в вашей службе, это создание единой базы со статистикой травмирования и гибели детей от внешних причин. Скажите, вот это нововведение, это является основной частью единого регламента взаимодействия, или это отдельное какое-то направление в работе? Ну, это отдельное, это мы когда анализировали профилактику травматизма и гибели детей, ведь недалек тот день был, когда, значит, время, вернее, недалеко было то время, когда, в общем-то, мировая практика складывалась таким образом, что само понятие травматизма, как детей и взрослых, оно относилось к фактору случайности и возложения обязанностей на самого индивидуума, лица ребенка, который попал в ту или иную ситуацию. Сейчас мировая практика пошла совершенно по-другому пути, это говорят и международные общественные организации, и в том числе по защите прав детей, нет. Да, мы в силу своих действий можем попасть в какую угодно ситуацию, но обязанность по предотвращению травматизма лежит в большей степени на обществе и государстве. То есть даже не и родителях, как мы более конкретно... И родителях в том числе, но общество это и есть родители, да, но мы должны предпринять все возможные меры с наибольшей вероятностью гарантирующую безопасность в данном государстве или в данном населенном пункте, скажем так, нежели чем сам человек попадет в какую-то неприятную ситуацию. То есть в данном случае, я так понимаю, что это сфера здравоохранения, да, должна осуществлять фиксирование подобных фактов? Ну, понимаете, с чем мы столкнулись опять? У нас, когда начинает все работать, видны все огрехи сразу. И это взаимодействие находится на крайне низком уровне. Сейчас я скажу, что статистика по травматизму и по гибели, прежде всего по гибели нас интересует, она разрозненная. И она формируется таким образом, что некоторые факты, произошедшие в прошлом году, не могут учитываться, не буду вам объяснять, как факт будущего года. И от этой статистики нет совершенно никакого толка. Понимаете? То есть статистика и факт, они могут не соответствовать. Некоторые позиции, которые есть в нынешней статистике, да, гибель, допустим, от холеры, от военных действий. Ну, простите меня, для моей деятельности, она не имеет никакого причин. Но есть гибель детей на карьерах, на водах, от суицидального поведения, значит, от падения с высоты. Это актуально. Но единые такой статистики, которые бы вот говорили, что взял и посмотрел, в каких регионах они совершены, и как надо планировать свою работу, на что реагировать не было до этого. Сейчас мы тоже с областной комиссией по делам несовершеннолетних внесли такое предложение, они поддержали на базе своей статистики. Теперь все в комиссии. Ну, это, прежде всего, для субъектов профилактики. Они знают, кто, где и как дети погибли. Эти погибли в среднем... Просто мне интересно, вот насколько это база вот этой статистики, или база вот этих данных, цифр, она может, ну, улучшить работу по профилактике таких, предупреждению вот таких чрезвычайных происшествий. Зная, где конкретно, и от чего, и сколько гибнут дети, понимаете, одно... Вот у нас было в одном регионе, у нас было, да, за год два суицида. Всего их пять по области, а в одном регионе происходит два, в районе происходит два суицида. Ну, о чем можно говорить? Конечно же, о негативе и о том, что необходимо срочно проверять те службы, качество этих служб. В одном сельском районе за год происходит два, а всего по области пять. Или, допустим, где-то происходит у нас больше утоплений, понимаете, это врушение грунтов карьеры, гибнут дети. То есть это уже дополнительно обследование, исследование этих объектов, да, где произошли эти чрезвычайные ситуации? Да, мы просто видим, где надо и как реагировать, и на что. Потому что гибнуть и травмировать... То есть именно эта статистика и поможет четко реагировать на вот такие... Она звучит статистикой, я бы сказал, больше. Это, значит, это сбор, единый сбор сведений о фактах травмирования и главной гибели. Которые позволят быстрее реагировать, да, или правильнее реагировать. Для вас, родители, скажу, что примерно раньше цифра доходила до 30 в прошлые годы, у нас дети гибли. Сейчас у нас в данный момент погибло 19 детей. И в дорожно-транспортных путешествиях, карьеры, воды, ну и так далее, и тому подобное. А через эти факты мы смотрим, как работают службы, на которых возложена профилактика того или иного вида внешнего фактора воздействия, то есть от внешних причин. Это и есть. И уже делаем вывод, кого как корректировать, проверять, что сделать главное в будущем, чтобы такие факты исключили. Значит, следующее предложение, это уже как следствие, наверное, вот из всего вышедо сказанного вами. Значит, опять же, Витебская областная прокуратура вышла еще с одним предложением. Это создание в области паспортов, потенциально опасных для детей объектов. Во-первых, что даст тут такая своеобразная перепись вот таких опасных для детей объектов? Я вам скажу, эта работа уже идет. Значит, это на уровне райисполкомов и, значит, администрации районов в городах. Смысл, конечно, не включает туда бесконечное количество объектов. Да, потому что, в принципе, и детскую площадку ведь можно посчитать небезопасным объектом для ребенка. Только те объекты, которые находятся в зоне населенных пунктов, где рядом проживают дети, и в отношении которых не соблюдаются требования безопасности. Нормативные документы, понимаете? Только в этом случае этот объект попадет туда. Хорошо, а кто проводит эти обстоятельства? Кто этим занимается? Кто говорит, что он опасен? Раньше было так. Если у нас, не дай бог, ребенок утонул, либо погиб на карьере, все бежим, дружненько проверяем только карьеры. Да, опасно. Понимаете, да. Ну, либо где-то упали с высоты, либо, значит, какая-то водонапорная башня залез, там ребенок упал и суицид совершил. Бежим, проверяем водонапорные башни. Сейчас мы поставили все на системную основу. Как только наступают наиболее опасные периоды, это каникулярное время, это, значит, окончание учебного года, начало учебного года, у нас на уровне комиссии по делам несовершеннолетних, исполкомов, соответственно, дружненько, владея списком этих потенциально опасных объектов, идем и проверяем. Проводим исследования. А самое главное, что в эти списки идет сбор информации о стихийно возникающих объектах, которые официально не зарегистрированы, это свалки, это самовольные карьеры, их выявление тоже имеет важное значение, и там могут гибнуть дети. Вот действительно очень интересный ряд нововведений и предложений. Интересно еще и то, что инициаторам и авторам вот этих, скажем так, нововведений и мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение травматизма, гибели, правонарушений среди несовершеннолетних, они предложены именно вами. Скажите, вот что вас, конкретно, лично вас побудило заняться вот такой работой? Ведь, в принципе, работа прокурора — это надзорный орган, вот ваша основная задача, а вы вдруг взялись за такую работу? Ну, я скажу, как бы не то, что взялся. Вообще-то у нас эти функции есть, понимаете. Через надзор, через выявление тех или иных нарушений мы показываем службам, где они недорабатывают, либо где нарушается закон, и как необходимо корректировать свою работу в дальнейшем, чтобы с наиболее эффективностью помочь детям в вечерах от беды. Но в функцию прокуратуры входит еще и координация деятельности. И вот я вышел, почему на такие предложения было еще у нас много примеров. Кстати, это предложение впервые в области, да, вот у нас разработано, вот такое создание единого регламента, вот взаимодействие. Да, потенциально опасно. И, по-моему, даже не только в области, это в республике тоже такое первое. Ну, такого формата — да, такого формата — да, потому что он единый, понимаете, и он унифицированный. Где-то по отдельным направлениям деятельности создавались регламенты, но не касались отдельных вопросов. Просто мой путь служебный, понимаете, он касался в том числе и поддержания уголовных дел, очень серьезных. И вникая в те или иные проблемы, причины и условия, главное, совершение того или иного коррупционного преступления, либо же уголовно наказуемого убийства, бандитизма, других преступлений служебных, должностных преступлений, да, ты просто вникал в причины и условия, и просто понимал, что если бы определенные службы дорабатывали на местах, либо же делали все то, что им положено, либо надлежащим образом взаимодействовали с другими службами, значит, то вполне возможно бы и этого преступления не могло быть. То есть вы основывались на личном опыте, да? Конечно. Сталкивались с такой проблемой, когда разрозненная информация, разрозненная работа служб. Да, вот. Но я говорю, чтобы, может быть, не было такого негативного впечатления, что, конечно же, огромную службу, все те субъекты, которые впечатляют, они делают. И делали, да. И делали. Они в абсолютном большинстве работают добросовестно. Но где-то, если надо уровень координации и взаимодействия поднять на новый уровень, либо отреагировать на новые вызовы по защите прав детей, конечно, здесь вот функция прокуратуры, она первостепенна. Увидеть, значит, скорректировать, поднять на новый уровень. Вот в этом задача. И сработать, вместе сработать. Либо же вы понимаете, как у нас иногда законодательные акты прописываются, и сами службы областные говорят, что непонятно даже иногда, как исполнять. Либо где-то вообще про этот любой момент забывают. Если есть пробелы, которые мешают работать, мы восполняем пробелы на областном уровне, в том числе с помощью координирующей функции прокуратуры области. Замечательно. Антон Викторович, огромное вам спасибо за участие в нашей программе и за столь важную и очень нужную тему. Вам успехов и успехов в реализации всех ваших планов и проектов. Мы тоже все заинтересованы, чтобы с нашими детьми как можно меньше случалось всевозможных чрезвычайных ситуаций. Поэтому успехов еще раз вам. И до встречи. Мы ждем вас еще раз в гости. Спасибо. Спасибо за беседу. Уважаемые телезрители, на этом наша передача завершается. Спасибо, что были с нами. И оставайтесь с нами. Следующая наша программа «Прямая линия» выйдет в эфир ровно через неделю. Всего вам доброго. До встречи. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин